итак здравствуйте мои маленькие люди и стимизма сегодня в эфире спорт пит естественно что жердя и пиздоболы так вот сегодня мы поговорим о том что еще можно приготовить из спортивного питания из полезного и вкусного все качки естественно знают о том что самое полезное и распространенное блюдо у нас это куриные грудки куриные грудки живут все качки всех они уже заебали вот здесь вот но можно сделать так что это будет что куриное мясо будет мягкое и вкусное довольно быстро не особо геморройно обычно мы что делаем или варим или жарим сейчас я предлагаю все это дело затушить тушеная куриная грудка лук немножко грибов и специи все очень быстро готовится в момент просто нарезаем берем филе просто режем кусками мелкими и короче главное 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 чтобы было быстро и просто потому что долго готовить это конечно никому не нужно геморрой и мы все-таки не в ресторане знаете это совсем уж дичайшие изыски запечь куриную грудку довольно дурное дело не хитрое пальцы синий отрезать и через полчаса уходить зал поэтому сейчас самое оно быстренько сделал запек и зал свалил пришел пахалал перед залом очень просто выдал протеина короче просто можно засекать время за сколько будет приготовлено нормальное съедобное блюдо я просто беру куриное филе но в целях экономии денег можно конечно брать куриные грудки нечищенные с кожей там и с костями потом их чистить и кожу кости отделять потом часть придется или выкинуть или собаки отдать этому конечно не так уж и измешиваем получается какие-то грибы грибы короче можно в принципе любую брать они все вкусные у меня в холодильнике лежала что вешенки вешенки у меня лежали в холодильнике прям всю пачку еще сюда закинул еще где-то опять есть замороженные в холодильнике набирал осенью ладно вешенки как раз уж они подвернулись ну и конечно быстренько лук нож наточил как-то дико остро по пальцам не попасть конечно такой такой шеф-повар как можешь попасть по пальцам еще после нового года кстати про новый год вот он ток-ток закончился сейчас третье число но у меня уже праздничные салаты все не то что сидеть у меня их не было вот я ходил на новый год в гости поэтому салатов у меня дома не было вообще но в общем и целом новый год прошел как обычно новый год прошел в стране как обычно все рестораны площади торговые центры были забиты чурбанами значит россияне первого числа вот я смотрел они обваливали мне подъезд они обваняли перегаром всю лестничную клетку если плюс то что первого числа второго улицы пустые машин нет на улице все замечательно очень хорошо сейчас интересно пройти с экскурсии по моргу там такие смерти интересные руки оторванные петардами лица разорванные я не знаю отравление алкогольный всех видов ну там всякие смерти на спор там человек залез залез головой мусоропровод человек переходил по балкону с комнаты по подоконнику из комнаты на балкон то есть очень разного рода все это нормально можно весело посмотреть на ютубе новый год ну естественно новый год будет лучше чем вчера как обычно все посолим а по поводу нового года есть инициатива гражданская что новый год необходимо запретить праздновать дольше чем пару дней дольше праздновать надо запретить потому что все это разжигает перец что все это разжигает вражду в отношении социальной группы россияне у меня вообще яркая ненависть к россиянам возникает уже на первое число ну к 20 праздник все-таки второго числа я ненавижу всех россиян короче надо значит нам написать петицию потребовать запретить новый год как праздник разжигающий вражду в отношении россиян и провести экспертизу то есть провести социологический опрос исследования действительно ли новый год разжигает вражду в отношении россиян если разжигает то то уже уже третьего числа все россияне должны идти на работу ну а что делать ну как есть же еще другие праздники майские там съесть и грязь покопаете в ноябре пару дней отдохнете зачем собрали зачем собрали все праздники в один день в один день в одно место и люди просто впадают в запой не то что там как изначально планировалось проведу время семьей люди просто впадают в запой и морковки сушены с этим надо что-то делать что просто запретить на работу всех отправить потому что работа любит россиян работа любит значит без труда не выловишь рыбку из пруда делу время потехе час россияне должен конечно работать можно больше так вот мы сделали основу теперь берем фольгу алюминиевая фольга вы фольги мама и он закрываем короче ставим в духовку на 20 минут потом снимаем запеченное вкусное блюдо в котором 0 процента жира 0 процента углеводов белок и вода пирог и вода поехали готово Мягкое, охуительное